Внедрили Дамира в правоохранительные органы не случайно, чтобы шпионить за Плохотнюком. Об этом в своем расследовании сообщили журналисты портала Зиарл Дегарда. Причем именно вокруг этой версии была выстроена линия защиты бывшего министра обороны Александра Панзаря, который четыре года назад возглавлял генеральный инспектор от полиции. От комментариев по этому поводу Дамир и Панзарь отказались. Примечательно, что в показаниях Александра Панзаря также было упомянуто об охладевших отношениях Дамира и Плохотнюка. А и пока судебные заседания по делу о бывшем пятом управлении нацинспектората расследований проходят за закрытыми дверями. В нашем телеэфире прозвучали некоторые подробности этого дела. Бывший руководитель генинспектората полиции Александр Панзарь отказался от каких-либо комментариев по поводу найма Дамира, который по одной из версий работал под прикрытием и должен был обеспечивать слежку за своим посаженным отцом. Я не имею права сообщать вам какие-либо подробности уголовного дела. Согласно обвинительному заключению по делу о бывшем пятом управлении нацинспектората расследований, Дамира внедрили в силовые структуры, чтобы шпионить за Плохотнюком, а Панзарю якобы было хорошо известно, что отношения между родственниками довольно натянутые. Ему сообщили через других лиц, что Дарин Дамир не разделяет позицию Владимира Плохотнюка по поводу правления в этой стране. Это и было использовано в виде подходящей возможности для привлечения Дарина Дамира в качестве офицера под прикрытием, чтобы обеспечивать слежку за потенциальными незаконными действиями Плохотнюка и остальных представителей правления. Говорится в материалах уголовного дела. С другой стороны, бывший директор Молдаца Сарин Стати, который в последнее время неоднократно выступал с громкими заявлениями по поводу преступных схем, в нашем телеэфире поведал, что отношения между Дамиром и Плохотнюком были далеко не дружеские. По крайней мере, это могло быть кому-то на руку. Дарин Дамир или Думитру Бусуёк, как он фигурирует в том самом втором удостоверении личности, которое было ему выдано в пятом управлении. Их линия защиты построена на том, что якобы Дамир поссорился с Плохотнюком, и они его убедили устроиться в МВД, чтобы следить за Плохотнюком. Но это абсолютная глупость, как мне кажется. Они поссорились или нет, откуда такая легенда? Многие пытались меня убедить в том, что с 2017 года их отношения охладели. Именно из-за Константина Цуцу и Константина Ботнаря. Не знаю, может быть, они и не были такими друзьями, как раньше, но в любом случае, за всё это время было совершено множество преступлений. По словам Стати, с тех пор, как Дамира якобы намеренно устроили в Пятое управление, он не предоставил ни одной улики против своего родственника. Дело, в котором фигурирует Александр Пынзарь, Валерий Кожакаро и Дарин Дамир, было направлено в суд в конце сентября. По версии государственных обвинителей, события четырёхлетней давности касаются незаконного трудоустройства Финаэкс-лидера-демократа Владимира Плохотнюка Дарина Дамира в ряды Пятого управления. Он незаконно получал зарплату, ему было выдано удостоверение, и он же был удостоен нескольких почётных званий. Все трое обвиняются в злоупотреблении служебным положением, незаконном пересечении государственной границы, отчуждении госимущества, разглашении государственной тайной подделки официальных документов. Все они настаивают на своей невиновности. Подсудимым грозит до 12 лет лишения свободы, если их вина будет доказана. На прошлой неделе суд продлил арест главе Ассоциации Фея Дарину Дамиру и отстранённому руководителю инспектората полиции Бельц Валерию Кожакару на 30 суток.